Всем привет! Меня зовут Олеся Шигаева. Мы находимся в медиа-студии Оренбургского государственного университета, и это проект «Подборка». Что это значит? Это значит, дорогие студенты, что специально для вас мы подобрали вместе с моими ребятами самые интересные топовые новости за последнюю неделю. И вместе с моими внутренними демонами мы сегодня их обсудим. Их готовы представить. Сабир Едгоров. Всем привет, друзья. И Владислав Хлёвский. Всем привет, друзья. Первая новость. В Оренбургской области в полном разгаре фестиваль беременных женщин «Счастье мое». Вот это да. Серьезно? Есть такой фестиваль? Да. Ты что, назвали такое крутое «Счастье мое». А в чем суть фестиваля? Расскажи, пожалуйста. Мероприятие проходит в регионе впервые и приурочено к году семьи. Инициатором проведения такого фестиваля выступило областное министерство здравоохранения. Организаторы фестиваля каждую неделю устраивают для участниц различные активности, мастер-классы, интересные встречи, экскурсии. А в финале мероприятия каждая из участниц представит свой творческий номер. Творческий номер? Это что за студ весна для беременных. Это как Кевин получается. Круто. Олеся, ты как, что скажешь? Вот нужно беременным такое движение? Если бы я была беременна, я бы обязательно поучаствовала. Вообще супер. Финал. А если кто-то вот родит во время фестиваля? То есть все и потом... С радостью примут. Это победитель будет. Я думал, все, уходите. Вы не беременны, уходите. Вы больше не проходите. Так, а там еще финал какой-то будет? Да, да. Финал фестиваля состоится 22 ноября и будет приурочен ко Дню Матери. Блин, вообще круто, но у меня единственный вопрос, что, собственно, о мужчин и папах. А почему для них нет для будущих пап каких-то соревнований? Блин, классно, классно. Надо посмотреть, на самом деле. Возможно, ко Дню Отца просто проходили. Как вы думаете, от таких движений родятся творческие дети? Обязательно. Он уже на сцене. Мы проверим. Вот и проверим. Добрая история произошла в Петербурге. Студент спас котика. По словам Клима, так зовут студента, он ехал утром на учебу и, заметив, что правый ряд машин стал тормозить, тоже остановился. На дороге обнаружился испуганный кот. Клим выбежал из автомобиля, забрал малыша и вместо пар в университете поехал в ветеринарную клинику. Не осуждаем, одобряем. Спасенного кота назвали Террамонт, если я правильно произношу. Вот это название. Ты будешь... Нарекаю тебя Террамонтом. Котом, остановившим движение в Петербурге. Как Volkswagen Террамонт, под колесами которого он сидел. Тогда не весело. Тогда ты будешь автоботом. Интересный факт. Примечательно, что произошло это в день рождения Клима. Второй день рождения получился и у Террамонта. Блин, вообще какая классная история, да? Представляешь, свой день рождения спасти кота. Это... Клим, если ты меня слышишь, обязательно расскажи девчонкам эту историю. Это пахнет классной историей на свидании. Вообще, спасайте животных по возможности. Давайте, быстрая перекличка. Кто из вас... Ну, Олеся Ивановна очень много спасала животных. Есть такой момент. Ты... Она всячески участвует в всяких волонтерских штук, движух. Поддерживаем. Однажды я спас кота. Мне, помню, в ночи позвонила подруга, говорит, я вот кот иду, и кот мяукает, не могу пройти мимо. Что делать? Я говорю, сейчас приеду. Мы пришли, взяли, там в итоге кто-то, оказывается, сбросил котенка с высоты. Мы вот из-за ветеринарки выходили, в общем, жива, здорова, назвали ее Бусинка. Гиды Москвы освоили новое направление экотуризма под названием болотинг. Ваше предположение? Болотинг. Это... Шреку что-то куда-то ходит. Переезд в Петербург, или что это? Болотинг. Да, у меня, я теперь болотингом занимаюсь. Слушай, они изучают болото, я правильно понимаю? Это походы туристические на прогулку по болотам Подмосковья. А это вообще безопасно, по болоту ходить? Почему-то в моем ощущении, что болото – это место, куда вступает нога человека и засасывает тебя туда. Но там, я думаю, что специально обученные люди этим занимаются. Ты веришь в это? Люди, которые придумали слово болотинг, не вызывают у меня доверия. Слушай, я не знаю, как к такому относиться. С одной стороны, классно, что они такие, а давайте теперь еще болото. По болотам походим. С другой стороны, небезопасно. Я знаете, что понял еще, Влад? Вот тебе как молодому скажу. Чем старше становишься, тем больше начинаешь париться о всякой безопасности. Вот будь мне 20 лет, я бы сказал, блин, болотинг, круто. А сейчас я такой, ну небезопасно же. Мне интересно, что дальше придумают. По болотам походили дальше, куда гиры. По свадьбам, может быть, тоже. Свадебинка какой-нибудь. Видинг это называется. Ну, на самом деле, идея не новая. В Костромской области потопим водят уже профессионально и давно. Гид Павел Вихарев предстает перед туристами в образе Ивана Сусанина. Какая интересная рулема. Который, согласно легенде, в 1613 году завел польско-литовский отряд в топ Иисуповского болота. Российский фотограф Игорь Метельский победил в самом престижном в мире конкурсе снимков дикой природы. Подчеркиваю, в мире с фотографией подтягивающейся рыси сообщил центр «Амурский тигр». Во-первых, от нас поздравления, гордость. Да, гордость. Однозначно. Во-вторых, вот эти конкурсы с фотографиями животных, я за ними слежу давно. Это вообще великолепное зрелище. Всем рекомендую. У нас есть чат команды КВН Куба. И каждый раз, когда выходит такая новость, связанная с животными и фотографиями, мы скидываем в чат. И из этих фотографий выбираем, какая фотка станет аватаркой нашего чата. Так что вот такая веселая штука. А животные — это круто. Надо теперь посмотреть на турухи, которая как очок, наверное. Слушай, а ты много животных своих фоткаешь, Олеса? Да это вообще каждый день, я могу сказать. А у тебя есть животные, Влад? Да, у меня кошка дома. Тоже фоткаешь ее? Да, у меня вот на телефоне стоит. Говори, я пока. Уважаемые люди, которые занимаются конкурсом животных, пожалуйста, обратите внимание на Влада Хлёскина. У него очень достойные фотографии. Очень красивая кошечка у тебя. Вот так вот. Да, не рысь, но... Но тоже неплохо. Представители ОГУ завоевали шесть наград премии «Студент года». Где? В каком городе? В Оренбурге. В Оренбурге? Студент года в Оренбурге? Или Студент года в России? Нет, Студент года в Оренбурге. Шесть человек из ОГУ. Да. Я надеюсь, участников всего было семь. Мы опять добавили еще. Так, вопрос. Олеся Ивановна, может, вы мне расскажете. Студент года — это что? Какие достижения должны быть, чтобы участвовать во всем этом? И какой от этого плюс? Ну, это почетно. Окей, так. Это почетно. Это престижная награда, на самом деле. Не, я знаю, но мне почему-то казалось, что за нее еще какие-то там бонусы, плюшки дают. Нет такого? Это я точно не знаю. Мне кажется, нет. Можешь с вашим образом ходить по вузу. Нет, значочек дают, насколько я знаю, да, еще? Я не получала просто. Да, ты, Влад, не получаешь? Конечно. Блин, ни одного студента года среди нас. Ну, где-то есть шесть. Для того, чтобы получить, нужно быть активным в каком-то направлении современном. Благотворительность, экология, по-моему, не благотворительность. Волонтерство, патриотизм. Экология. Вот я видел. Общественник года. Вот у нас, например, Анна Ермезина получила. О, знаменую, знаменую. Хочется отметить, что наш студент Максим Нефедов отмечен среди призеров в категории «Интеллект года». И это супер. А вот это уже понт. Ты как со мной разговариваешь? «Интеллект года», я тебя сейчас уничтожу, иди сейчас. Задавлю морально. Блин, круто. Круто. Друзья, студенты, обязательно стремитесь к таким штукам, потому что нет ничего прекраснее в жизни, чем похвастаться какой-то наградой. Вот именно. Когда-нибудь будет, может, еще студент месяца, студент недели. Прикольно было бы премиум. Студент дня. Блин, студент дня классно, как САП дня. Какой сегодня. Круто. Зажировка Манула Тимофея из московского зоопарка продолжается по плану. Он весит уже 5,5 килограмм. Это что такое зажировка? Манул? Ну, это котик большой. А, Манул. Это эти дикие коты. Все понял. И люди следят за тем, чтобы он поправился. Да, там зажировка не по плану, видимо. За моей зажировкой никто не следит, а за зажировкой Манулы следят. Прикольное слово. Это когда говорят, ты толстешь. Нет, у меня зажировка. Вообще-то. Слушай, а это, я так понимаю, если он какой-то показатель не достигнет, то это плохо на нем скажется, да, на зиме или что? Ну, просто за ним так очень с любовью следят. А ты тоже следишь, получается? За зажировкой своей. За зажировкой Тимофея. Приходится следить. Нет, за Тимофея, как он там вообще? Что у него в соцсетях? Ну, то, что он спит, то, что он ест, как он гуляет. Собственно говоря, как он отреагировал на первый снег. И вот всякие такие интересные новости. На что тратит жизнь, Алис Иванович? Хорошо. Еще звучит так интересно. Зажировка Тимофея. Блин, круто, круто. Друзья, следите тоже за своей зажировкой, потому что зима близко. Оренбурженко Ольга Йенина победила в международном конкурсе топ-стюардесс. А это я следил. Это я следил тоже за этой историей. Я видел, она их задавала интервью. Мне понравилась такая, ну, девчонка, боевая. Говорит, этой жизни, если не будешь пахать, то ничего не достигнешь. Я такой, блин, молодец. Мотивация. Мотивация. Вот, круто, это круто. Топ-стюардесс. Интересно, какие там конкурсы были? Максимально трясущие серии. Вот это показывать, кто лучше. Кто лучше выберет трек под этот. Нет, там что-то серьезное. У них какой-то профессиональный конкурс был, настолько я понимаю. Ну и элементы такого классических конкурсов красоты тоже как будто там были. Там лучший наряд, наверное. Нет? Никто из нас не следил. Творческий конкурс. Олеся Ивановна, помогите. Мы просто гадаем. Я тоже там не участвовала, к сожалению. Кстати, я хотела стать стюардессой. Да? Вот сейчас бы не здесь сидела бы с вами, а летала бы. А что остановила тебя? Мама. Да? Почему она? Она сказала. Переживала, что что-то произойдет неблагополучное со мной. Но ты все равно стремишься к небу, работаешь на 14 этаже. Да. Но здесь она мне разрешает. Ну, конечно, здесь не летаем мы. А так, студент года и топ стюардесса, если встретится, будет вообще круто. Она же тоже, по-моему, молодая. Да, ну, конечно. Вот это коллап. Представляешь? Мне кажется, я, кстати, только на международных рейсах видела стюардессу в возрасте. Так интересно. Да я ни разу не видел стюардессу бабулек. Прикинь, прикольно было бы, знаешь, такая. А ну и присягнуть. На самом деле, эти женщины выглядят так, что их бабульками не назовешь. Они же всегда за собой следят. И там никакой зажировки, отмечу, нет. Вообще, надо отметить, что работа стюардесса, ну, стюардом вообще, сначала кажется романтичной. Но чем больше я летаю и смотрю, тем больше мне начинает казаться, что это очень сложная работа. Ну, представляешь, такое количество перелетов. Я вот там за полгода в жизни один раз полечу куда-то и такой, ой, как я устал. Это аэропорт, это сидеть два часа. А потом думаю, прикинь, люди каждый день там по 5-6 часов куда-то летят в таль. Они еще и сидят на каких-то там лавочках. Ты видел здесь стюардесс? Да, да. Мы-то сидим там на диванчику, удобно. Они на лавках. Единственное, что не дает мне покоя, вот те, кто отказываются от еды, они едят в тюрьму. Какое зажирение. Представляешь, такое типа... Дискриминация какая-то. Вот в новостях, получается, фестиваль мамочек, потом конкурс стюардесс, а мужские, где конкурсы? Мы призываем вас, студенты Оренбургского государственного университета, сделайте что-нибудь с этим. 23 февраля все будет. Да? Спасибо. Спасибо, что были с нами. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, понравилось вам, не понравилось. Возможно, мы какие-то новости не обсудили, которые вы считаете важными, нужными и достойными того, чтобы появиться в нашем дайджесте. Еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока.